всем привет привет всем прекрасной среды сегодня мы с вами будем делать расклад без вопросов тут он называет потоком кто-то его называет как-то по-другому но не суть важно то что нету какой-то конкретной темы и вот все что покажут сегодня все что я смогу считать в поле то мы и услышим без задавания какого-то конкретного вопроса без озвучивания темы позиции вы видите хочу поблагодарить вас за то что вы остаетесь со мной хочу поблагодарить новых комментаторов за ваши комментарии за лайки вот мы с вами давайте приступим так убираем эти камешка позиция номер один голубенький камешек отодвинул так и мы с вами приступим что нам хотел сказать о чем поведает сегодня тема король пендаклей пятерка жезлов королева жезлов такое чувство что сегодня в повероподиции речь идет о вопросе выживания то есть вопросе отстаивание своих каких-то убеждений точек зрения но вот выживание это скорее всего в негативном как-то больше до аспекте когда есть какой-то дефицит а здесь такое ощущение что речь идет о том чтобы как-то приумножить приумножить то что уже есть это какие-то ресурсы богатства по словам богатство как внутренние так и внешне и это не всегда про деньги на всякий случай напоминаю да здесь речь идет о том что человек здесь меняется причем здесь перемены они идут как будто вы знаете поступательно и я не могу сказать что здесь идет какой-то вот линейное что ли развитие то есть с одной стороны вроде бы все поступательно вроде бы развития ваши именно ваше развитие не ситуации не касательно чего-то именно ваше развитие она вроде бы присутствует у него есть свое какой-то вот не знаю какой-то свой временной временно пространственный разворот попробую сейчас вам объяснить да то есть есть в жизни ситуации которые поступательные да то есть одно приносят что-то другое за собой есть по ощущениям перемены которые например идут внутри нас но мы еще не видим вовне каких-то результатов но при этом внутри себя ощущаем что мы меняемся здесь какая-то такая конструкция не совсем понятная непонятная она почему потому что вот в каких-то моментах то ли она какая-то вот многоуровневая понимаете это как дырки в сыре сказать что этих дырок есть какая-то последовательность то есть одна дырка идет за другой да вот в каком-то конкретном векторе направления нет но при этом эти дырки присутствуют вот здесь у вас какая-то такая вот многослойная пористая энергетика вот в каких-то моментах идет развитие достаточно быстро в каких-то моментах вот в этих временных каких-то карманах вашего энергетического пространства идет более медленно но развитие одно так или иначе происходит просто бывает так какие-то этапы когда развитие изменения да внутренние ваши они происходят достаточно быстро а когда-то идет замедление но здесь не идет скачкообразные здесь как как бы так объяснить предположим что вы являетесь многослойным пирогом либо тортом и вот получается что допустим основа вашего торта до самый первый слой он не подвижный вот там допустим ничего не происходит на втором уровне могут вот прям знаете как хаотичные какие-то молекулы туда-сюда бегают атомы и это вот все какое-то такое скоростное третий уровень он может быть каким-то таким железо желеобразным да таким тягучим вот как клей как жвачка вот что-то такое а следующий уровень он сразу может быть газообразным и вот здесь вот такое ощущение что ну вот как-то сложно понять какие какие конкретные изменения происходит внутри вас но однозначно здесь идет прилив энергии мне кажется я по моему в годовом раскладе да тоже про это говорила но вот по первой позиции есть ощущение того что человек меняется причем вы меняетесь как-то интересно вот что-то внутри вас как-то структурируется структурируется по-новому и вот вы ощущаетесь у меня как-то более ну вот каким-то конкретным человеком сейчас попробую объяснить вот представьте например когда только молодой человек либо девушка поступает только в университет да будет первый день начала обучения такая немножечко растерянная либо потерянный да где какой кабинет где какой учитель за какой преподаватель и вот ощущается вот это вот знаете неуверенность какая-то хаотичность тревога беспокойство как это будет где-то может быть сомнение торопишься да чтобы вот везде все успеть всегда вот в этой спешке происходят какие-то непонятные казусы все время что-то вроде ты торопишься но ты все время опаздываешь есть на входишь не в ту не в тот не в то помещение не в ту аудиторию вот что-то такое происходит а потом когда уже отучился условно говоря года либо два и опять-таки сентябрь месяц начинается обучение тоже заходишь более уверенно потому что ты уже ориентируешься на местности на ты уже знаешь с кем ты будешь иметь дело что и как ты уже никуда не торопишься потому что тебе уже все понятно все известно то есть вот какое-то структурирование произошло и вот эта вот позиция она придает вам какую-то знаете вот внутреннюю уверенность уверенность того что я я знаю что мне нужно сделать как мне нужно сделать и я никуда не тороплюсь то есть с одной стороны вот здесь какая-то такая энергия уверенности присутствует а с другой стороны вот бывает так когда я не знаю существует ли сейчас пионерские лагеря советское время это было на лето детей отправляли вроде бы ты отправляешь такого в кавычках зависимого от родителей от семи ребенка а приезжает он таким самостоятельным и ты видишь что вот ребенок изменился он как-то вот повзрослел да он но умеет уже заправлять самостоятельно свою кровать раньше может быть не обращал на это внимание уже понимает что значит утренний подъем нравится не на есть появляется какая-то дисциплина иногда бывает так что может приготовить какой-то вот объект самый там элементарно ну хотя бы яичницу пожарить что такое то есть ты понимаешь что за какой-то короткий период времени этот ребенок изменился он он стал другим вот он как-то повзрослел но повзрослел не не биологически а вот как-то он перестроился внутри и от него веет уже вот какой-то взрослостью самостоятельностью ты понимаешь вроде бы отправлял пионерский лагерь такого пухляша на а вернулся уже тот же самый пухляш но уже как-то вот более серьезное а может быть даже вытянулся до за лето а может быть он уже не пухляша как-то постройнел то есть вот какие-то перемены помимо того что они внешне происходят внутри вас что-то структурируется и здесь речь идет о том что информация идет о том что сейчас с вами происходит сейчас происходит с вами какой-то такой интересный процесс когда вот вы структурируетесь здесь по королеве жеслов да у нас идет и вот на эту новую энергию да вы меняя себя как-то стали более уверены вы уже можете энергетически то есть ваша емкость она стала больше вы стали мощнее и вы уже можете отстаивать какие-то свои позиции уже нету вот каких-то сомнений то здесь человек становится уверены потому что становится у него появляется большую энергию но она не появляется не откуда вот эта энергия она формируется вот в силу тех перемен которые происходят внутри вас внутри вашего характера я не могу сказать что вот полностью ваш характер меняется но какие-то состояния внутри вас меняются вот мир ощущения немножко она сменилась она придает вам какой-то вот больше уверенности и спокойствия и исходя из этого да к вам вот вот эта вот энергия во внешнем мире она выражается через увеличение увеличение может быть доходов увеличения каких-то ресурсов что ли то есть вот вы становитесь богаче как внутри да через то что меняется ваше мир возможно приходят какие-то понимания потому что здесь какая-то новая энергия влилась внутри вас и она вот вас как-то структурирует то есть у вас уже как-то не столь хаотично все происходит в вашей жизни а уже как-то более конкретно более понятно если были внутри вас какие-то блоки то здесь вот как знаете как вливание какого-то лекарства да внутри венна для того чтобы вот тромбы которые появляются да в крови чтобы они как-то рассосались либо ну вот их как-то разрушают для того чтобы кровь текла без каких-либо преград вот здесь на уровне энергетики вот что-то такое происходит то есть какие-то энергетические сгустки которые у вас присутствовали вот в силу того что вы расширяетесь энергетически у вас идет вот какая-то вот такая внутренняя прочистка и как следствие у вас появляется больше энергии больше энергии больше света больше емкости и вот эта вот емкость ваша внутренняя она и выражается вовне вовне как в виде не то чтобы шансы а здесь вот как-то у вас становится больше ресурсов я не могу понять то ли вы начинаете как-то больше замечать но вот опять же таки да замечать что-то такое хорошее полезное продуктивное для себя это ведь следствие причина является вот именно вот в этой дополнительной энергии которая у вас появилась здесь знаете как будто бы человек начинает разрешать вот разрешительная система стала больше потолок желаний он вырос почему потому что ну допустим раньше ваша емкость была как кофейная кружка да а теперь она уже как ковшик да либо как маленькая кастрюлька конечно сказать что вот прям колоссальных изменений что вот прям большая емкость стала нет но она увеличилась достаточно и если увеличилась она то и по внешнем мире то что вы будете притягивать именно материальном мире да вот это вот ваша разрешительная система она тоже увеличилась как это может выражаться это может выражаться в то что допустим если раньше к примеру вы не обращали на определенную категорию людей внимание да то сейчас вы будете замечать и вам это будет казаться что вот как будто бы в вашем окружении стали появляться другие люди качество других людей стало больше ну вот допустим если раньше встречали людей таких ну более конкретных понятных как то есть может быть серьезных а может быть наоборот безответственно сейчас появилась какая-то другая категория людей да более целеустремленных более позитивных может быть какая-то молодая энергия может быть молодые люди чаще стали появляться в вашем окружении обязательно как знакомство это то что вы замечаете то есть вот какие то перемены такие они происходят возможно вы больше стали обращать внимание на то в какие места вы хотите пойти например если раньше обращали внимание только на кофейню то теперь у вас появилось какое-то желание побывать в каких-то ресторанах не обязательно это чтобы были дорогие но здесь должна смениться эстетика может быть если раньше вам нравилось быть в ресторанах где очень светло и они какие-то вот такие большие по размерам то сейчас возможно там где более заглушенный такой свет и такая более камерная что ли атмосфера и помещение чуть меньше чем того что вы привыкли то есть здесь как-то в простонародье это называется сменились вкусы вот здесь такое ощущение что как будто бы ваши вкусы они постепенно стали меняться они стали более качественные потому что вот вы уже не кипишите вы уже не суетитесь вот а здесь очень хорошо изменилась ваша энергия и какие последствия будут ну здесь с одной стороны как будто бы прирост идет финансов я не могу сказать что прям большой все будет зависеть от того насколько вы себе разрешаете но у меня такое ощущение что вот финансы вообще на данный момент для вас не столь актуальны не потому что в них нет потребности а потому что как ценность на данный момент она вам не столь интересно ну за исключением если у вас прям вот сильные какие-то такие потребности базовые не закрыты да и вот я не думаю что здесь по первой позиции будут люди которые вот прям очень сильно беспокоиться за деньги вот не потому что вы богаты да а ну просто вот как ценность она сейчас не столь актуальна то есть здесь есть какие-то вещи которые вы которым вы уделяете больше внимания это вот как-то знаете некий такой лоск но не как потребность это иметь а как потребность вот что-то замечать здесь вот как будто бы человек он вроде бы входит в активную позицию но при этом через какие-то наблюдения то есть наблюдение например за определенной категории людей вот вам нравится как они там себя ведут да например их манеры поведения разговоры о чем они думают вот вам это нравится либо например если вы читаете литературу то нашли для себя какой-то очень интересный жанр да и вы погружаетесь в это либо если у вас есть какое-то хобби либо любимое дело которое появилось вот буквально недавно вот вы прям в это погружаетесь и вам это интересно вы туда вкладываете свою энергию здесь что-то новое появилось в вашей жизни и вы этому уделяете внимание но это новое оно следствие а появилась она по причине того что я вам сказал да у вас появилась больше энергии и вот эта вот новая энергия она как будто бы вычистила какие-то из каких-то затворок до вашего сознания из ваших каких-то уголков то что уже застоялось и оно не нужно было вы даже знаете в каких-то моментах вы даже и забыли что у вас было там не знаю может быть было какая-то какое-то желание либо какая-то привычка которую вы раньше делали а вот теперь ее нету и вот как-то неожиданно вы стали замечать что блин а я уже так не делаю там я не знаю кто-то может здесь не заусенцы кусать вот например на нервные а сейчас вы понимаете что уже нет да то есть вот у кого-то и просто здесь показывает что у кого-то вот эти вот большой палец он стерт вот здесь да как-то вот не знаю так ногти может быть коряба или что-то такое вот ну как на нервный на нервной почве а сейчас такого не да либо наоборот там губа прикусывали то есть была какая-то или на на палец локоны волос накручивали то есть была какая-то привычка вот и вы можете отследить что ее уже нету ну это вот показатель того что что-то внутри вас начало меняться то есть вот как будто бы это уже вам не нужно и вы от этого отказывает причем здесь отказ легко вы даже ничего особо не делали но вы можете отследить это что этого уже не происходит и ну можете даже и удивиться сейчас я говорю и вы можете вспомнить что а действительно ну так и удивиться что а я и забыла что вот это вот было что-то такое да здесь какой-то такой момент но в общем да здесь мне энергия ваша нравится она какая-то новая вы еще ее полностью не изучили вот вы может быть наблюдаете еще как это все происходит как это все разворачивается но как вы это во вне можете отследить не знаю кому удается внутри себя ощутить у кого есть хорошее вот это вот ощущение внутренних процессов которые происходят внутри вас как состояние вот кто умеет это отслеживать кто этому уделяет внимание он заметит что энергия изменилась вот а кто не умеет тут во вне это почувствует что знаете вот как-то раньше возможно вы в чем-то бы промолчали касательно ваших каких-то интересов да а сейчас могу как-то спокойно дать отпор я не говорю о том что вы ругаете если бы конфликтуете но здесь знаете как с одной стороны а пор вы даете не включаясь эмоционально я не могу сказать что здесь вот как то знаете как-то раздражение может быть да либо purchase нет вы как-то вот непринужденно спокойно там вам кто-то что то скажет вы не знаю можете вот сказать какое-то выражение да вот как отрезали и все и пошли дальше Вы даже не задумались, и все, и забыли о том, что сказали. И человек остается в таком удивлении, что, ну, а раньше ты так себя не вела. То есть здесь какая-то такая характерная черта, ну, можете понаблюдать, можете поспрашивать даже у людей, вот, в чем я себя веду по-другому сейчас. Потому что здесь есть какие-то такие моменты, которые, ну, вот раньше вы себя как будто бы так не вели. Здесь присутствует энергия спокойствия, но это не спокойствие такое, что, вы знаете, вот я в дзене, расслабленная. Нет, здесь спокойная реакция, да, то есть ваше восприятие чего-либо, оно здесь изменилось. И оно изменилось, потому что вот изменился ваш внутренний вот этот настрой, ваша энергетика, состояние изменилось. Да, думаю, здесь все. Это то, что происходит сейчас по первой позиции. Мы переходим к позиции номер два. Так, двоечки, смотрим вас. Что здесь? Так, девятка мячей повешенной. Угу. Угу. Как будто бы здесь надо балансировать. То есть такое ощущение, что ваша энергия на данном этапе, да, как... Точно такая неоднозначная. То есть здесь чувство того, что вот пришел момент, да, или наступил какой-то момент в вашей жизни, когда вам приходится как-то вот балансировать между, хочется сказать, между двумя огнями, что ли, либо между какими-то ситуациями двойственными. И здесь энергия такая, что вот мне как будто бы не очень-то и хочется вот включаться вот в эти процессы. То есть они какие-то неприятные, не очень-то приятные. Но здесь вы вынуждены себя вести таким образом, чтобы здесь как-то и выбрать... Как бы вам это-то объяснить? Здесь как-то и выбрать что-то одно не хочется. И вот как будто бы упускать какие-то варианты тоже не хочется. То есть здесь может быть так, что есть, например, две работы, да. И вот вам говорят, вот тебе нужно сфокусироваться на одной. И каждая работа из предложенных вами, да, ну, либо ту, которую вы имеете, она по-своему хороша. И вы не хотите терять и ни ту, и ни другую. И вот вам как будто бы приходится балансировать между двумя работами таким образом, чтобы вам не приходилось выбирать. И при этом здесь такое ощущение, что вот вам не хочется эмоционально как-то вовлекаться ни в ту, и ни в другую. То есть вроде бы и потерять эту работу не хочу, что первую, что вторую. И включаться в это не хочу. Здесь какое-то такое состояние очень интересное. То есть, с одной стороны, хочется быть как-то эмоционально нейтральной, что ли. Вот здесь отсутствие желания проживать эмоции, которые вас окружают. То есть даже если это радость, либо там, не знаю, что-то приятное, вы не хотите. То есть здесь как будто бы, знаете, с одной стороны, человек просто хочет делать то, что ему нужно сделать, да. Здесь не про то, что ему нравится. Например, какая-то обыденность, да, в жизни, есть какие-то процессы, которые нужно делать. Но при этом вы как будто не хотите включаться эмоционально. То есть, допустим, если куда-то опаздываете, да, вы не хотите переживать на этот счет. Вы просто хотите, знаете, как-то жить здесь без эмоций. Вот как-то весь этот эмоциональный фон хотите заглушить. Почему? Потому что вот мне идет так, что не то чтобы хочется тишины. А вот какой-то, знаете, гул вокруг вас. Вот я слышу, вот просто что-то гудит. И сказать, что вот полностью звук убрать, да, чтобы этого гула, этого белого шума не было, вы не хотите. Почему? Потому что потом будет какая-то такая мертвая тишина, и она вам не очень нравится. Но с другой стороны, вот этот вот белый шум, этот гул, он очень сильный. Вот. И здесь хотелось бы вот как-то вот немножечко, да, приглушить. Опять же таки, то, что я говорю, это метафора. Это может касаться, например, вашей жизни. То есть, с одной стороны, полное какое-то пассивное состояние бездействия мне не нравится, но и чрезмерная вот эта вот активность, да, она тоже, например, ну, меня не привлекает. Вот человек хотел бы как-то вот найти баланс, да, вот между вот какой-то мертвой тишиной, да, когда ничего не происходит, когда вот, ну, как будто бы сейчас не для этого время, да, здесь нету необходимости погружаться внутрь себя. Но и с другой стороны, вот эта вот бесконечная какая-то суета, вот этот вот шум, здесь просто такое, знаете, ощущение, что если вы возьмете любую картинку, любой ролик на Ютюбе, поставите вот прям на такую скорость огромную, когда не будет различаться образы, то есть очень напоминает, как, например, метро, когда набирает скорость, да, и вот все как-то так быстро проходит, и, ну, то есть очень сложно вычленить какие-то формы, да, конкретные. Вот здесь вот что-то такое, то есть вот какая-то такая скорость большая во внешнем мире, она вам не нравится. Ну и пассивность, вот такое, знаете, погружение куда-то в космос, где холодно, и, ну, тьма вокруг, да, и какое-то вот одиночество, тоже не очень-то хочется. И вот здесь вот энергия, желание находиться вот в каком-то балансе, да, чтобы не было и активности очень сильной, и пассивности тоже не было. И с другой стороны, вот в этом балансе, в котором вы находитесь, вы не хотите как-то еще и включаться эмоционально. То есть вот как-то я не знаю, чем вам тут навредили эмоции, но такое состояние, что я не хочу ничего чувствовать. Вот я не знаю, почему здесь такое. То есть здесь как будто появилось желание жить на основе холодного разума, да, то есть вот как-то есть такое психологическое отклонение, когда люди не проживают эмоции, ну, то есть они их не осознают, не потому что не научены, а потому что у них нету, у них какое-то нарушение психологическое, я не помню, как это называется, заболевание, да, психологическое нарушение идет, и человек не осознает, что он проживает, эмоции. Вот здесь какая-то такая холодность, и вот ощущение того, что я не хочу сейчас ни во что включаться эмоционально, то есть я хочу делать, вот, допустим, если вы работаете, дом, работа, дом, работа, вот какая-то такая монотонность, для чего она вам нужна, я не могу понять, но здесь такое ощущение, что вот как будто бы на данном этапе вам хочется вот этого, да, то есть я не хочу решать какие-то задачи, и, с другой стороны, я не хочу ничего нового начинать. Ну и полностью быть в пассивном каком-то состоянии, мне тоже не очень-то хочется, хочется, чтобы что-то происходило, но чтобы оно не забирало у вас много энергии, все, я поняла. Вы не хотите, почему вы не хотите эмоций, да, ни в плюс, ни в минус, потому что вы не хотите, чтобы у вас забирали энергию, потому что вы чувствуете, что после любых эмоциональных переживаний у вас идет какое-то опустошение, что ли, обесточивание, и вы хотели бы, да, чтобы вот этого не происходило, поскольку вы не умеете управлять, да, своими эмоциями, то есть вот это вот желание такого, знаете, нейтрального состояния, а нейтральное состояние – это тогда, когда мы, по сути, не взаимодействуем с другими людьми, то есть когда один предмет не сталкивается с другим предметом, да, то есть когда нету взаимодействия, то есть получается так, мне просто показывают два металлических шара, да, когда они на расстоянии друг от друга, то они, в принципе, в какой-то пассивности, да, а когда они начинаются двигаться к друг другу, и сталкиваясь, да, идет вот это вот соединение, и после этого соединения двух шаров дальше идет какое-то вот отталкивание, отталкивание то есть вектор направлении меняется но когда вот это вот сталкивание происходит можно сказать что вот этот шар он берет какую-то часть энергии вот от этого а этот берет от первого то есть происходит некий такой обмен и дальше шары идут ну в зависимости от столкновения до каждый в своем направлении вот здесь такое ощущение что вот вы не хотите никак сталкиваться ни с кем почему потому что вы не хотите брать не отдавать на какую-то свою часть энергии и чужой вам как будто бы не хочется поэтому здесь вот как будто бы идеально чтобы вы просто находились на каком-то расстоянии на какой-то дистанции кстати вот да сейчас просто обратила внимание два шара до вот этого столкновения да вы вы не хотите вот просто хотите чтобы было какая-то какое-то расстояние то есть сталкиваться с другими людьми вы не хотели бы опять-таки столкновение не в контексте конфликта а вообще взаимодействия потому что даже элементарная беседа да просто там сказать там доброе утро либо еще что-то это все равно взаимодействие двух энергетических предметов здесь получается так что ну вот бывает так по утрам просыпаешься есть такая категория людей на который утром просыпается они такие веселые они готовы сразу разговаривать и дети тоже такие бывают а проснулись они готовы сразу играть бегать прыгать радостные такие как солнышко а бывают другие дети как и другие люди утром просыпаются пока кофе не выпьет да то есть пока не раскачаются должно пройти там я не знаю где-то полчаса они не придут в себя и только после этого с ними можно разговаривать вот вот здесь как будто бы вот вторая категория людей которые говорят о том что пока я не приду в себя до со мной разговаривать не надо и вот вы сейчас находитесь вот этом состоянии когда вы уже не спите но и взаимодействие с другими людьми вы не желаете вот уж здесь какая-то такая середина и это связано как-то с вашей энергией сейчас какие-то перемены с ней происходит и вот и и вы понимаете здесь дело в том что вы даже задумываться об этом не хотите то есть что вот происходит сейчас со мной вот зачем мне это надо еще что вот как вот эти самокопания это сейчас не для вас но из другой стороны вот такое вот ощущение что пойти на работу там что-то делать не потому что вас работа раздражает а потому что на этой работе к сожалению есть люди которые так или иначе надо взаимодействовать а вот вам не хочется здесь вот как раз вот этот вот настрой когда утром просыпаешься и вот пока еще не выпил там чашку кофе пока не раскачаешься да ты вот видеть никого не хочешь и ни с кем разговаривать не хочешь и хорошо если тебя допустим домашний понимает твой характер да и но ничего тебе не говорят даже доброе утро не говорят почему потому что но это без толку вам это не нравится и поэтому ну смысла то есть вы даже не обидитесь если вам не скажут например доброе утро а тут надо идти на работу да где так или иначе люди говорят друг другу то есть даже вопрос не к вам а просто элементарное какое-то пожелание да это та же самая энергетическая направленность вашу сторону и с ней надо что-то делать если какой-то энергетический посыл с ним надо что-то делать либо на него ответить либо как-то ну оторгнуть и то и другое требует энергия а у вас как будто бы нету сейчас этой энергии поэтому вы не хотите включаться вот как-то вот во все эти процессы есть такое ощущение оставьте меня пока я вот раскачаюсь вот вот такая какая-то энергия сейчас происходит если у вас такое происходит это вот как раз таки потому что здесь тоже у вас идут перемены но не так как в первые позиции здесь какие-то другие идут процессы попробую понять чтобы сказать что у вас здесь за процессы происходит здесь знаете что здесь такое ощущение что вы как будто бы очень сильно опустошились и сейчас не то чтобы идет процесс наполнения нет здесь не идет процесс наполнения а здесь как будто бы знаете вот есть как я по-моему говорил да в прошлом раскладе вот в машине есть определенный резервуар бензина который вмещает и когда он опустошается есть но включается кнопка на лампочка говорящий о том что нужно залить бак и вот с того момента как лампочка зажглась до того момента когда действительно весь бензин уйдет есть определенные резервы ну а резервы на то есть как это сказать дополнительное не дополнительно как она называется боже мой было слово какое-то энное количество там скажем бензина да для того чтобы ну человек успел заехать до ближайшей без заправки до резервуар нет резервуар это по-гречески ну неважно и вот здесь вот такое ощущение что вы находите состояние когда у вас уже эта лампочка зажглась и да у вас есть определенное еще количество энергии для того чтобы вы дошли как будто бы до источника и начали заполняться но вы пока еще к этому источнику не идете и поэтому тратить свои какие-то последние силы вы не хотите почему вы так обесточены и или опустошены я не знаю почему вы не хотите идти к источнику и заполняться я тоже не знаю но вы пока не идете никуда вот здесь как будто бы человек только увидел что у него зажглась лампочка и он как будто думает да как обдумывает какие следующие шаги мне нужно сделать то есть либо там я не знаю посмотреть на карте где ближайшие ближайшие вид за заправка до либо может быть остановить машину взять бетонный пойти самостоятельно пешком там не знаю налить бинтон и притащить залить потом машину не знает то есть вы как будто бы обдумываете последующие свои действия но это вопрос не касательно будущего а это вопрос того что вот вам сначала надо как-то признать в эту ситуацию в которой вы находитесь сейчас для того чтобы потом понять какое решение вам необходимо сделать но сейчас у вас как будто бы сил нет на то чтобы поднять глаза и увидеть что лампочка зажглась то есть вот вы как-то знаете либо едете как-то за рулем и тупите то есть вы даже на дорогу не смотрите езда у вас как будто бы идет сейчас механическая и вот для того чтобы вы увидели лапочку вам надо глаза опустить на панель для того чтобы увидеть а вы не опускаете потому что вот как-то вот знаете вот в одну точку смотрите и чисто механически но когда дорога открытая например если это какое-то шоссе до либо трасса и там нету фонарей да и нету вот но необходимости менять скорость ну передачу да если на механики едите и вот вы как-то знаете вот какая-то вот монотонно здесь присутствует и вы не опускаете глаза для того чтобы увидеть что вот пора уже подзаправиться если вы как будто бы я еду и еду да вот как то вот еще знаете какое состояние не знаю бывает так что сидите когда там кофе пьете не знаю на кухне где вы сидите с чашей либо чая либо кофе неважно и вот выпили глоток и знаете как-то засмотрелись в одну точку и вот действительно человек тупи да он вроде бы смотрит в одну точку но у него кучу там я не знаю может какие-то воспоминания идут может быть какие-то мечты то что то есть человек ушел в какое-то воображение частично его сознание смени сместилась вот он как будто бы частично находится в каком-то таком состоянии бессознательного и он не осознает то что он делает вот здесь сейчас какие-то такие процессы я не могу понять почему то есть почему у вас вот этого состояния да я туплю для чего она до ноги мне мне здесь не показывают я не могу понять но однозначно вот вы находитесь в какой-то такой знаете прострации ничего не происходит я вот какого-то не знаю может быть это нужно как какой-то защитный механизм что ли я не могу понять но здесь речь идет об этом так какая-то какое-то такое состояние вам показали если сказали что не нужно включаться эмоционально да не не включайтесь возможно вам нужно будет побыть какое-то время в состоянии когда ничего не происходит потому что все что все что не делается все делается с какой-то целью второй вопрос что мы не всегда это можем понять так позиция номер два три врун зеленый камешек позиция номер три смотрим троечки что вам покажет сегодня на втором поток ну тройкам что здесь нужно знать да что начался у вас какой-то такой этап звездный дождь на звездную дождь почему-то хочется сказать как-то так либо кто-то во сне видит звезды звездное небо сейчас у вас находится вы находитесь в таком этапе когда вы уходите вот от от своего отшельника да то есть от поиска ответов на какие-то вопросы причем вы туда куда вы идете вы так и не нашли вообще ответа до на те вопросы которые вы искали но вы приняли решение что вот я пойду да и как говорится дорога начинается под ногами идущего либо как-то так это фраза вот здесь об этом идет речь да то есть вы не нашли ответы и вы решили чтобы зря времени терять давай я все-таки продолжу свой путь вот и в процессе я пойму скорректирую да туда ли я иду или нет то есть здесь как будто бы человек что-то искал и он не нашел то что он искал но он принял решение все равно двигаться дальше как будто бы вот в процессе он найдет свою мечту либо он поймет как реализовать какое-то свое желание либо какую-то свою амбицию своих какую-то мечту причем ваше движение на такое уверенное очень да то есть для человека который не понимает в каком направлении он идет и для чего и как из какой мотивации и так далее вы идете очень достаточно таким бодреньким шагом да и движетесь вперед и это очень интересно потому что не знаю куда я иду я просто иду причем вы не прогуливаетесь а идете вот такое вот ощущение да то есть если смотреть на вас со спины что вы как будто бы знаете куда вы идете да в своем направлении но при этом у вас осознание нету опять же таки интересный момент что осознание нету а бессознательное вас четко ведет туда куда вам надо и здесь внутреннее состояние такое что вы как себе его объясняете что да я не могу пока найти ответы да поэтому давай я просто пойду и там в процессе скорректирую но на самом деле ваше бессознательное оно ведет туда куда вам нужно только вы это осознанно не понимаете а поскольку здесь как будто бы нету контакта сознательного и бессознательного да вы просто движетесь вперед и вам кажется что а ну да я потом я потом пойму да что мне нужно либо что это было либо для чего этого надо было я просто иду и здесь вот такое ощущение что знаете как очень интересно вы не то чтобы являетесь марионеткой но вы как будто бы здесь являетесь управляемыми выше нот не выше сила а силы более такие осознанные да сознательные которые вот вас как-то ведут знаете было не знаю знаете вы это или нет игра такая детская одно время вот такой вот круг большой до металлический и он изображает дорогу и на нем есть вот так вот два мостика вот и и машинка и вот когда начинает крутиться это круг да то есть его запускаешь и вот здесь вот есть один мостик и вот здесь вот другой и вот эта вот машинка дату она она как-то намагниченная она то через один мостик проезжает потом зависимость того как руб ребенок крути да она может проехать по другому вот вот как то вот так вот она идет туда-сюда туда-сюда и кажется да что то как если смотреть сверху да вид сверху что машинка сама как будто бы едет по по дороге да вот так вот по кругу но на самом деле из-за того что есть под этой машинкой магнит и в зависимости от того куда ребенок вот этот вот руль крутит машинку туда и ну то есть туда движется магнит а поскольку машинка примагниченная к магниту она и даже и двигается туда-сюда вот вы в этой метафоре являетесь вот этой машинкой есть некая такая сила которая вами крутит и вам кажется что вы будучи этой машинкой что вы куда-то двигаете на какой-то траектории определенной но на самом деле вот ваша задача да как этой машинке просто перебирать ногами а дорогу вот туда куда вам нужно идти да есть какие-то высшие силы вот которые ей управляют они как будто бы вот под вас вот эту вот дорогу ставят а из-за того что вы просто двигаете перебираете ногами вы приходите туда куда нужно вот здесь какой-то такой как такая метафора управление вами то есть ваше бессознательное она управляет туда куда вам нужно идти почему потому что вы долгое время думали о том куда вам ну как-то вот старались решить что ли какой-то вопрос куда мне пойти как что мне нужно сделать все заключается в том что вы думали но не действовали и здесь получился такой момент что вам дали какую-то вот внутреннюю подсказку то есть вот это вот желание что давай я просто пойду и там процессе разберусь это желание она у вас появилась не случайно это вот как раз таки вот как будто бы вас вот и включили вот этот вот магнит этот магнит у вас потащил и потащил вас потащила вас какой-то ой извиняюсь потащила вас какое-то желание какое-то ваше желание вы пошли не просто так да сначала появилось какое-то желание какая-то мечта а потом на нее появилась вот внутреннее такое не знаю какой-то импульс на который говорил о том что да я хочу это сделать это импульс он может выражаться знаете как либо в виде какого-то какой-то игры либо потребность какого-то адреналина что ли какого-то позитива то есть ощутить себя живым человеком может быть здесь авантюризм но вот что-то такое что зажигает человека у каждого это будет что-то свое но вы четко ощутили что что-то внутри вас зажглось какой-то вот интерес и вы захотели пойти в этом направлении почему нам этот час показывают для того чтобы вы поняли что иногда когда вам кажется что вот вы управляете на своей жизни на самом деле не хочу вас разочаровать здесь вот как будто бы нету какого-то вашего управления что вот вами управляет да то есть какая-то сила ясное дело что чтобы вами управлять эта сила должна быть во много раз сильнее вас на и более такая разумная что ли осознанно но в любом случае туда куда вас ведут это не не во зло и опять же таки сказать во благо это или нет я тоже не могу ну то здесь не совсем еще понятно для чего с какой целью вас туда ведут но задача скорее всего было не куда-то вас привести а откуда вот и вас вывести то есть мы возможно долгое время о чем-то там думали что-то искали и вот как будто бы на это тратили время и поэтому здесь идет вот какое-то внешнее такое вмешательство до которое говорит о том что вот если я сейчас ее туда не поведу сил это знает куда она вас ведет а вы не знаете и то вы никогда не сдвинетесь с мертвой точки да то есть вы будете очень долгое время искать но это знаете те моменты в контексте вопросом а в чем мое предназначение вот человек всю жизнь сидит и думает в чем его предназначение а единственное что ему нужно было делать это просто действовать и вот процессе свои действия он поймет что ему нравится что он любит что у него хорошо получается на что есть спрос и таким образом опытным путем он приходит тому что является его условно говоря предназначением но когда ты сидишь и размышляешь о том ничего ты в принципе не знаешь либо не понимаешь что толку нету да то есть в таком случае нужно приходить именно опытным путем к чему-то вот здесь такое чувство что вот вам знаете еще как заманили вот это вот морковкой морковка на какое-то ваше желание причем это желание она вот прям очень глубоко внутри вас сидит и кто-то это может понимать что вот это вот какой-то знаете не знаю зов души что ли это желание исполнить какое-то свое признание призвание предназначение Вот такие вот очень высокопарные, на мой взгляд, слова. Но по сути, это выполнение своей функции. Это проживание своей собственной природы. У каждого человека своя природа. У него есть свои какие-то наклонности. У него есть какие-то свои качества, которые никаким образом изменить нельзя. То есть, допустим, если человеку нравится рисовать, какая разница, чем он будет рисовать? Карандашом, ручкой он всегда будет рисовать, потому что ему это нравится. И так или иначе, дело, которое он будет выбирать, оно будет все равно основываться на этом рисовании. Оно может как-то видоизменяться. Но формат использования рисунка, оно будет присутствовать. То есть, будь ты художником, будь ты тату-мастером, и то, и другое является рисунком. Либо каким-нибудь дизайнером логотипа. И то, и другое надо нарисовать, так или иначе. То есть, вот здесь задача, она какая-то вот в этом заключается. То есть, вы ищете и заморачиваетесь над тем, чего не надо делать. А надо вот просто как-то опытным путем пойти и сделать. И поэтому здесь вас заманивают. Вот, знаете, хочется сказать, здесь мог бы выпасть и дьявол на самом деле, который бы искушал вас на ваше желание. Но здесь нет искушения. Здесь просто, знаете, так, вот если вам не дать эту морковку, вы никак не сдвинетесь с места. То есть, здесь велика вероятность, что вам уже давали другие подсказки, вам давали другие шансы, возможности что-то сделать. А вы никак все не могли сдвинуться. И вот ощущение того, что вот только так можно было вас заманить на то, чтобы вы вышли из себя, вышли из своего вот этого состояния, отшельника. То есть, как минимум, не знаю, здесь как будто вам говорят, давай пойдем куда-нибудь гулять. А вы, а, я не хочу, мне лень, я занята, у меня есть работа, либо еще что-то. И в конечном итоге, допустим, человек, который вам делает, там, подруга, которая делает предложение, знает, что вам нравится, там, мороженое, шоколадное. Она говорит, слушай, а пойдем, вот поедим просто шоколадное мороженое. А, ладно, пойдем. А на самом деле, оказываетесь, там, я не знаю, на каком-нибудь дне рождения, который вот если бы вам заранее сказали, пойдем на день рождения, вы бы не пошли. Ну, заманив вас чем-то, да, в данном случае мороженое, вас куда-то приведут. Вот здесь вот об этом речь идет. И здесь вам дается энергия. То есть, как понять, да, что это, да, куда осознать, вот куда меня ведут. Посмотрите, на что у вас, на что у вас здесь есть энергия, то есть, как это правильно объяснить, что вас зажигает. Вот что вы делаете сейчас, вот именно вот в этот период, и вы понимаете, что я это делаю, мне это нравится. То есть, это может быть вот банально какие-то мелочи, да, а может быть что-то крупное, не важно. То есть, обращайте внимание, потому что вот то, что вам сейчас нравится, вам как будто бы на это дают энергию. То есть, вот в этом направлении вам стоит посмотреть. Здесь такое чувство, что может быть кто-то делал карту желаний, кстати, такое тоже, прям вот недавно-недавно. Просто мне показывают, знаете, такое чёрное, чёрное какое-то, ночное, ночное небесное, ночное небо, звёздное, вот, и, ну, либо вам нравится ночью смотреть на звёзды, но вот эта вот метафора ночного звёздного неба, да, она очень почему-то мне напоминает такой вот большой ватманский лист, да, с картой желаний. Ну, просто вот эта вот, каждая звёздочка, это как будто вот как желание, и вот как-то есть какая-то связь здесь. Поэтому я сказала про карту желаний, может быть, кто-то сделал. То есть, знаете, как заявили о чём-то, да, а сейчас вот это вот начинает исполняться, и поэтому вас куда-то ведут. Но здесь очень важно не сопротивляться. То есть, даже не важно, осознаёте вы это, не осознаёте, это не столь важно. Куда вас ведут, туда идите. Вас не поведут к чему-то плохому, я не думаю, потому что ну, есть такая энергия, что я не думаю, чтобы эта энергия была каких-то проблем, трудностей, сложностей. Куда вас тут ведут? Да, я просто задала вопрос. Вот вам ответ, да, верховные жрицы. Не скажу. Во-первых, верховные жрицы, да, она никогда не отвечает на вопрос, куда. Если вдруг вы загадали себе желание, сейчас, да, вопрос, и задаёте вопросом, да или нет, то здесь она никогда, верховные жрицы, не ответит, сто процентов не да, сто процентов не нет, потому что это дуальный аркан, он никогда не говорит однозначно, не отвечает, да, нет. Куда вас ведут, тайна, да, неизвестно. Ну, для кого-то это может быть, вот, ну, как подсказка, какие-то эзотерические, да, круги. Да. Так интересно, да, я ухожу от отшельника и иду в верховные жрицы. Ну, это вот на порядок выше верховные жрицы, чем отшельник. Да. Ну, здесь есть ещё и помощь свыше. Видите, великие арканы выпали, и звёздные, да, то есть здесь помощь есть свыше. Куда вас ведут? Здесь главное не, хочу сказать, не перечить, не сопротивляться того, куда вас ведут. Вы когда приведут, тогда вы поймёте куда, и потом будете решать, надо вам там быть или нет, уйти или остаться. Но не сейчас. Поэтому вам как будто бы заранее не говорят куда. Потому что вы бы включали свой скептицизм и не пошли туда. И это не говорит о том, что там плохо. Просто вы тот человек, который вот надо обязательно подумать. Вы не очень активничаете в этом направлении, да. То есть, если это что-то известное, понятное вам, да, то вы бы согласились. А поскольку здесь, я так понимаю, что здесь не совсем будет что-то понятно, велика вероятность, что здесь что-то новое вам хотят дать либо предложить. Вы можете отказаться, не понимая, не зная, что это, да. То есть, не попробовав. Поэтому, возможно, вам и не освещают, и не показывают, да, о чём здесь идёт речь. Вот такая была у меня третья позиция и расклад поток, который я действительно читаю в потоке. Поблагодарю вас за то, что вы прослушали, за то, что вы ответите на, напишите комментарии, да, кто захочет. Вот, за то, что ставите лайки, за ваши донаты. Жду вас в эту пятницу на Блиц-консультациях. Анонс выйдет в пятницу. Провожу я Блиц-консультации на выходные субботы-воскресенья. Тема будет свободная. То есть, у кого накипели какие-то ваши личные вопросы, добро пожаловать на Блиц-консультацию. В разделе сообщества в пятницу выйдет пост на эту тему. Вот, приходите, посмотрим ответы на ваши вопросы. Ну и, конечно же, можете прийти в любой момент на индивидуальную консультацию. То есть, если, ну, хотя в принципе, вот в пятницу будет свободная тема, да, то есть, сможете, правда, Блиц-консультации, они короткие, 15 минут, это вам не полчасовая консультация, и не часовая. То есть, это больше времени, меньше времени, но в любом случае, да, кому важен такой короткий ответ получить, если прямо что-то накипело, вот, то приходите на Блиц-консультацию, либо на нормальную, на консультацию, либо получасовую, либо часовую. вся информация необходимая об этом, да, есть под роликом по ссылке моей услуги в топлинке. А я с вами прощаюсь до пятницы, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока!